За ограду все выходим. Продолжение следует. 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 минут, да мне кажется уже не болит, не давит, я уже здоровая. Представьте себе, где у меня Варлам? Дайте его сюда. Убежал домой. Убежал. Убежал. Сколько ему возраст? Четыре будет. Четыре. Тебе больше? И он стоит как штык. Да вот смотри, вот они ребятишки-то. Ну какие они? Нет, только подойди, Тимофей. Тебе плохо было в храме, нет? Ты молился, не выходил? Не выходил, но он много не наговорит. Из Струнина, Подмосковья. Отец привез, потом за ним приедет. Никто вам не поверит, но я поверил, вы больные. Я по графе болящих вас сегодня проведу. Почему? Я обязан, чтобы выздоровели. Вот эта девочка, сказали, больные почки. У нас лагерь не оздоровительный, а трудовой. Ну сказали-то, когда она уже приехала, но раз она попала сюда, я буду ее лечить. Батюшка дает мне березовый сок. Я сказал, за час дали, сколько она выпьет и ложку меду. Дальше посмотрим результат. Ну проконсультировался с врачами. И как будет у нее? За ней ничего нет. А врач-то уже все блокирует, купаться нельзя. У этой уха заткнуло нельзя. У этой губа болит, купаться нельзя. То есть она их всех уже в коробку запечатала. Я сказал, врачам не прикасаться к детям, которые сюда приехали. Не надо. Она простыла. Простыла это не болезнь. Это реакция организма на другую среду, и что вы их не закалили. У ласточки ласточат, это самое теплое время. Более теплого времени уже не будет. Завтра будет день, когда напал Гитлер на Советский Союз. Высчитанный день. Сейчас дней пять стоит на одном и том же уровне. День не прибавляется, не убавляется. Летнее солнцестояние. Какое тебе тепло надо будет? Человек переносит в себе такие температуры, испытания идут. А здесь я замерз. Здоровый парень с родителями говорит, я страшно простыл. Вчера мне сейчас драку устроили. Драку? Я не устраивал. Кто кого ударил палкой? Меня отпихнули палкой. Тебя отпихнули палкой. Да. Ну и что дальше? Бей меня по щеке со всей силы. Ну бей, бей. Я прошу тебя, ударь. Не могу. Не можешь? А перенести не смог. А написано ударит в одну щеку, что сделай? За другую. А ты что подставил? Чепку назад сделай. Так, тебя кто ткнул? Я. Ты ткнул. Это самые такие... Ну, прямо не вписываются. Все время родители звонят. Больше всего. Но эти тихушки самые... Зачем ты его ткнул? Ну он даже ушел. Только из чего? Да ты же знаешь, что... Ты его ткнул, семь горящих тебе будет сегодня. Но я не могу сегодня воскресенье наказать. До завтра. А ты не мог перетерпеть. А палкой кто ударил его? Меня ударили. Кто первый ткнул? Ну, Аксения его ткнул, а Валя подумал, что это я. Вы послушайте, как разбор делается. Они легли спать, нарушили порядок. У нас нельзя разговаривать. Кто их вывел? Виктор Николаевич, подойди сюда. Кто вывел их из кельи на часы поставил? Я их поставил на часы, они стояли друг от друга, ну метров на 12. Но вдруг они оказались рядом вместе, когда я там занимался... Это уже вечерние, легли спать. Это сатана сбил вас в кучу, как этих выхватил, одним ударом выбил из храма четверых. Так мы-то занимаемся день и ночь. До такого возраста ребенка ничему не научили делать. Ни топора держать, ни ножовку, ни лопату. А вот это, я возьми, да скажи, говорю, один чеченский, такого вашего возраста, десяток положат. Я не ждал, какая реакция будет. Они, да пусть появится чеченец, да ему такое вроде отвесим. Да чеченцы друг против друга никогда не воюют, запомните. Они друг за другом умирают. Дивизия, вы знаете в дивизии сколько человек? Ну примерно. Ну что, военных нет никого? Ну полная дивизия 12 тысяч. И там всего только оказалось где-то 17 чеченцев. 17. Ну и одного трогали, тронули. Они мгновенно захватили оружие, забаррикадировались. И депутаты Верховной Думы у нас уже туда приехали. Никто не может их взять. Никто. И теперь, теперь уже по другим частям где-то расформируют и прочее. Они все равно найдут своих друзей. В тюрьме что-то там сказали. Они подняли бунт, ничего не могут сделать. Не сразу законодательное собрание, отменить все меры. Они Казань, они перережут страну пополам сразу. Почему? Их так приучили. А у нас друг друга уничтожают, долгят. На вас не надо ночью нападать, вы уже друг друга уничтожили. В армии Суворова этого не было. 25 лет и никакой молодой солдат ему старается помочь поднять. А здесь год прослужил старичок. Заставляет трусы стирать. Ну а дальше его убили и подвесили. Мать получает трупы. Это ни день, ни два. Вы почитайте в газеты, сколько мертвых сейчас в мирное время у нас гонят домой гробы. А почему? Вот они уже готовы. Оба вместе. Ни один не может ни одного раза подтянуться на турнике. Это что, армия? И ты, чеченцы, что-то дашь. Что ты дашь? Ты дай ему покажи добро, любовь, прощение. Их завоевали. Ярмолов там гробил, убивал. Ты не знаешь как? Считай не простую книжку, а известную. Хаджи Мурат Льва Николаевича Толстого. Когда русские захватывали эти чеченские селения, они к зиме подготовились. Пчелы, там копны снега. Солдаты идут, жгут все. Улия прокинули. Поубивали там женщины разрублены. И старики отдельно, когда ушли, собрались. И они молятся. О, Аллах! А зачем эти люди живут? Они не могут понять, зачем мы живем на земле. Это говорят мусульмане. Это времена еще Льва Толстого. А он участник этих событий. Нам нельзя претендовать на любовь других наций. Мы можем только ненависть получать. Столетия высеяли зло. Не забывайте, царь кого? Польша. Под Россией было восстание польское. Еще как Агинский там был, участвовал. А дальше Финляндия. Тоже одна из провинций России. Надо это было. Порт Артур, посмотри, где был. Посмотри, где Аляска находится. Наконец лопнуло чрево и все расселось. А Эстония никого не завоевывала. Чечня не завоевывала. Они живут мирно. Они не знают, что такое мстить один другого. Понимаете, из малого поступка мы выходим на какие большие рассуждения. А этот ребенок растет. Вот этот вот, я смотрел, у нас сидят там, пришли из деревни Веня. Кто с ним еще сидел рядом? Сидят ребята, совершенно нормально разговаривают. Вот этот отрок наш подошел, одного толкнул, второго. Мать хотела сразу же встать. Я говорю, подожди, посмотрим, чем это закончится. Говорит, ты против Вени, половины тебя нету-то. Он нечаянно повернет ботинком, и тебе в костре надо жареного доставать уже. А он тебя не толкнул, ничего, засмеялся, отодвинулся и сидит. Вот он по-христиански себя бил. Я не стал трогать, думаю, дождаться, какой конец будет дальше. Степан, где у нас он? Нету его? Ушел. Скажите ему, постой. Сидят люди на скамейках, ногами бегают. Ногами. Да они не грязные сейчас были где-то. Это необходимо делать сейчас разбор ему и показать. А что ему сделать? Пусть ведерко возьмет, придет и все скамейки вымоет. С тряпкой придет под руководством сестры или кого-то. С вами я отдельно разберусь. Только не сегодня. Ради воскресного дня прощаются. Вот у меня главные больные, вылечить их надо к вечеру. Итак, сейчас время у нас, считайте, сколько? Девять? Ну, пол одиннадцатого подходите. Кто пожелает кататься на лодках. А уже в час дня занятия у нас будут. Кому интересно узнать, кто на костре был, к нам подойдите, скажите, с нашими вместе зайдете, и вы выявите, кто там визжал, когда пели. Пели. Я не против того, что крещали, но поют. И их даже забивают. Степан едет. Степан едет. Степан едет. Степан едет. Ну, еще меня. Ловить его будем, что ли? Он придет и без нас. У них родители есть. Вам понятно, о чем я говорю? Так, с миром Божьим! Продолжение следует...